Торговая марка Лавинчи, вина Крыма, произведена в Крыму, Бастарда, Фатесаль, вино столовое, полусладкое, красное. Приготовленная из винограда сорта Бастарда, владает темно-рубиновым цветом, ярким сортовым ароматом с оттенками чернослива и молочных сливок. Вкус полный, бархатистый, характерный для сорта винограда. Рекомендуется подавать при комнатной температуре, сочетается с блюдами из мяса и дичи. Комнатная температура для меня не очень приемлема, на мой взгляд, и здесь все-таки лучше и предпочтительнее будет его охладить в холодильничке. Для приготовления вина использовался виноград Бастарда. Некоторые источники говорят, что родиной винограда является Франция, другие Португалия. В Крыму он попал, если не ошибаюсь, в 19 веке, но не прижился. Потом в 20 веке произвели определенную селекцию, скрестили его с грузинским виноградом Саперави. И получился Бастарда, Бастарда, сорт винограда, можно сказать, крымский. Небольшие, небольшого размера ягоды, виноград, который используется именно для производства вина. И обладает пониженной кислотностью данный виноград и повышенной сахаристостью. Что вот, в общем, для полусладкого вина самое то. Я уже как-то употреблял данное винцо. Мне показалось оно для своей ценовой категории 250 рублей. 250, насколько я помню, когда я его брал, сейчас не я его. Приобрел супруга. Надо у нее будет уточнить. В описании напишу его цену, за сколько нам обошлось. Но достойно себя показало, несмотря на то, что является столовым. А я не хочу сказать, что столовое вино это всегда обязательно плохое. Но, тем не менее, и за свою ценную категорию достаточно достойный экземпляр. Пробочка здесь, как видно, натуральная. Надо попробовать его. Кстати, запах достаточно приятный. Но он своеобразный. Немножко, вот как вдохнуть и через мгновение, вот эта своеобразность проскальзывает у данного винограда. По крайней мере, у производителя указанного. Вине нету излишней сахаристости. Оно очень сбалансированное вино. И небольшая кислинка есть, и отсутствует приторность, которая свойственна некоторым производителям полусладких вин. Особенно им не попадалось из Грузии. Хорошее вино. Все-таки не комнатной температуры им нужно подавать, а чуть охлаждить. Я его даже в холодильнике подержал немного, недолго. Надо было в морозильник его поместить. Но это мои личные препятствия. Пристрастия по поводу того, каким надо вино употреблять. Холодным, либо комнатной температурой.